Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Российским пенсионерам рассказали о новой льготе, которая вводится с 27 марта. Оформить такую приятную для себя возможность пожилые граждане смогут на уровне различных регионов. Но доступна она будет только тем, у кого нет других доходов, кроме пенсии. Новую возможность начали предоставлять пожилым гражданам в разных частях нашей страны. Во многих регионах уже заработали единые карты местного жителя, которые дают право на льготный проезд в общественном транспорте, и не только. А некоторые субъекты федерации подключают новые способы оформления таких карт. Например, на Ямале сейчас сделали очень простой и доступный сервис. Оформить единую карту можно с помощью мобильного приложения. Для этого даже не нужно будет оформлять бумаги и куда-то идти. Подключиться к системе будет очень просто. А сделать это смогут различные категории льготников. Среди них неработающие пенсионеры, то есть те, у кого есть только пенсия в качестве дохода, а также ветераны труда, инвалиды, малоимущие граждане и другие. После оформления такой карты пожилые граждане получают специальный социальный проездной, которым можно будет расплачиваться в автобусах. То есть поездки в транспорте будут бесплатными, а стоимость проезда будет затем возмещена отделением социальной защиты населения. Пользоваться такой картой очень удобно, ведь в таком случае пенсионеру не нужно будет везде показывать свое пенсионное удостоверение. А помимо проезда в транспорте, пожилым гражданам предлагают еще воспользоваться различными спортивными занятиями за счет бюджета. Правда, для получения карты чаще всего понадобится иметь доступ к порталу госуслуг, через который и будет идти авторизация. Также можете написать свой регион, а по всем поступившим регионам мы ответим в следующих выпусках.